Юные наследники несметных богатств превратили жизнь родителей в ад. Как мне это надоело. Как будто он бог. Ей интересуют только деньги. Чадо тратит баснословные суммы, а предков отправляют в игнор. Выйди из моей комнаты. В помощь обескураженным взрослым реалити, в котором Чадо из ада отправляется на перевоспитание. Пап, ты доволен? Что произойдет с мажорами в обычных семьях? Смотрите прямо сейчас. Золотая клетка открывается. В наш проект поступил призыв о помощи от семьи Неконоровых из Москвы. Здравствуйте. Меня зовут Игорь Неконоров. Светлана Неконорова. Я мама Алины. Ну и надеемся, что участие в вашем шоу девочки немножко раскроет глаза на реале этой жизни. Немножечко изменит свои отношения. Ребенок в семье был долгожданный. У нас родится между детьми 9 лет. Поэтому дочь очень сильно хотели. Ну и по мере своих возможностей ребенка просто баловали. Никто не приобщал ее ни к каким домашним делам. К тому же у меня было твердое убеждение, что я расчет не уборщицу. В итоге мы пришли к тому, к чему мы пришли. Она очень любит деньги. Она перестала меня слышать. Может быть получится у вас донести ей, что помимо денег, какой-то роскоши, существует еще другой мир. Мир нормальных людей, добрых отношений. Хотелось бы, чтобы она пересмотрела свое отношение к нам, в целом, к семье. К счастью Алины немножко в другом заключается. Не только деньги, дорогие шмотки и большие развлечения. Спасибо. Алине Неконоровой 18 лет. Она учится в Российском экономическом университете имени Плеханова. На факультете Международной школы бизнеса и мировой экономики. Обучение обходится в 550 тысяч рублей в год. Меня с детства баловали, исполняли любые мои прихоти. Мне ни в чем никогда не отказывали. Если что-то идет вопреки моему желанию и что-то происходит не так, как бы я этого хотела, у меня просто внутри происходит взрыв. Отцу Алины Игорю 52 года. Он был штурманом, но после ухода на пенсию занялся телекоммуникационным бизнесом в Сургуте. Когда дела пошли в гору, семья перебралась в Москву. Понятно, что это доча папина, это любимица. Мне еще тогда говорили, Игорь, пожалеешь, балуешь дочь, откликнется тебе. Да ладно, девочка пускай, но хочется же ей вот это то бантики, то одно, то второе, то третье. И по мере, как она росла, глазки все больше и больше светились. Естественно, что отказа не было. Мама Светлана по образованию музыкант. Большую часть своего времени уделяла воспитанию двоих детей. Сейчас работает HR-директором в компании мужа. У пары есть еще старший сын Владислав, ему 29 лет. Он пошел по стопам отца и стал командиром воздушного судна в гражданской авиации. У него своя семья и двое детей. Когда я собиралась куда-то уходить, она все время диктовала мне, что мне надо одеть. И если я не шла у нее на поводу, она так искренне расстраивалась, что мне не хотелось расстраивать ребенка. И я понимала, что ей просто хотелось видеть маму такую, какую хотела видеть она. У Никаноровых есть семейный особняк в поселке премиум-класса на Ярославском шоссе. Свой годовой доход семья не разглашает. Для Алины родители приобрели отдельную двухкомнатную квартиру в элитном ЖК с видом на Москву-Сити площадью 100 квадратных метров, чтобы ей было ближе ездить в институт. Мне кажется, что папа опять на мне сэкономил, потому что я хотела квартиру с видом на Красную площадь. Она у меня, конечно, виднеется, но там совсем издалека. Поэтому приходится довольствоваться видом на Москву-Сити. При всем том, сколько выкладываешься для Алины, прилетает такая обидная для отца фраза «Папа, ты на мне экономишь». Ну, смотри, я экономлю. Я пытаюсь максимум тебе дать и даю все, что могу. Вот уже второй год в квартире Алины идет ремонт. По подсчетам родителей, туда уже вложено 15 миллионов рублей. Но чада не унимается. Произошла небольшая заминка. Цвет дивана, который мы с вами выбирали, сняли с производства. Это уже так надоело, если честно. Ну, в общем, я поняла, мне надо все само контролировать. Давайте сегодня встретимся на квартире, и я посмотрю, как там вообще проходят ремонты, что вообще сделано. Я придумала детально дизайн на всей квартире совместно с дизайнером. Но почему-то ни одна компания не может воплотить мои идеи. Соответственно, из-за этого очень затянулся ремонт. На шопинг Алина Неконорова тратит не меньше 150 тысяч рублей в месяц. Я большой любитель сумок. Например, вот такая вот малюсенькая. Вот эта сумка стоила в районе 70 тысяч. Вот эта тоже, по-моему, в районе 70 тысяч. Классика. Уже не очень актуальна, но никуда не денешь. Уже лежит. А также сумка. Вот. Тоже уже особо не нашу. Такая вот сумка. Ну, это классика. Такая вот сумка. Когда родилась Алина, Игорь летал и за границей привозил очень много ей одежды. Она надевала эти платьица и постоянно красовалась перед зеркалом. Мы все восхищались. Дальше было хуже. Также я большой фанат обуви. Очень люблю кроссовки за то, что они очень удобные. Вот эта вот пара. Вот эта тоже. Вот такая вот у меня есть пара. Есть вот такие вот кроссовки. Если звонит Алина по телефону, сначала фраза «папа, дай денег», потом «здравствуй, папа». Вот. Ты сначала спроси, как у папы дела. Научилась. Пап, привет, как у тебя дела? Знаешь, что мне надо? Папа успевает только дыхание набрать для того, чтобы поделиться с дочей, как у папы дела. Интересно. Очень люблю туфли. У меня есть вот такие вот босоножки. Также есть вот такие вот туфли. Вот эти вот туфли. Но, честно сказать, я их одела только один раз. Не знаю, зачем я их купила. Но тоже вот есть. Также в прошлом сезоне очень было актуально именно с кармашками. Вот. Вот эти вот ботинки. Также есть вот такие вот босоножки. В общем, как вы поняли, денег на сумки, обувь я не жалею. Такое небольшое мое хобби. Поэтому отец уже ничему не удивляется и просто принимает все эти списания с карты как нормальные. Несмотря на внушительный гардероб, что такое стирка и глажка, Алина не в курсе. За вещами следит помощница по хозяйству и мама. На поддержание безупречного внешнего вида, спа-процедуры, маникюр, солярий, уход за волосами, Алина берет у родителей еще около ста тысяч рублей в месяц. Мне сейчас надо деньги на мебель. Мне не хватает. Утро в семье Неконоровых начинается обычно со слова «дай» или «мне надо». Алина не стесняется даже младшую сестру мамы Елену. В прошлом месяце ты сколько потратила? Восемьсот. Чего купила? Пять стульчиков и вот этот столик свой, что ли? Ну, такие цены сейчас. Вот такая доча «хочу, хочу!» И папочка «давай» сразу «хорошо, хорошо!» Мне еще диван надо купить. Алина, ну как диван? У нее 600 же тысяч диван будет стоить. То есть такие цены. Алина, нет. Вот диван 300. Это предел. Как хочешь, вот, разбирайся сама. То есть наделает сортировку по цене и выбирает по максималке, да? Так, что у нас подороже? Вот это. Значит, она хорошая. Поэтому приходится ее немножко притормаживать. Ну, видишь, для тебя это просто пыль. Папа, дай лямчик, папа, дай лямчик. Да ты совесть имей на благодарность хоть какая-то отцу. Спасибо, от нее не дождешься. Пап, кулер себе покупайте, даже воды не принесу. Казалось бы, безобидные такие фразы, но отцовское сердце не цепляют. Ладно, я в город собираюсь. Едешь со мной? Я сама доберусь. Я не хочу слушать твои нравоучения. Я на вертолетном такси сама доеду. Конечно! Поехали, я тебя отвезу в город. Не хочу я слушать эти нравоучения. Все, короче, ничего не знаю, я поехал. Чего ты вот ему хамишь? Вместо того, чтобы спасибо сказать, он все для тебя всегда делает. Считает, что ей положен водитель, такси бизнес-класса, вертолет. Услуги авто- и аэроперевозчиков обходятся семье в 200 тысяч рублей ежемесячно. Алина очень спешит сегодня в город. Нужно срочно выбрать диван. Поэтому на встречу с дизайнером она полетит на вертолете. На самом деле, мне мое время очень дорого, и я не хочу тратить свое время просто так. То есть я не люблю прогулки. Ладно, там фитнес, но лишний шаг делать я не стану. По обивке такой цвет, он более травяной. Я считаю, что зеленый вообще там не кстати. Вот хороший цвет к серому. Максимум можно, я не знаю, там на тон потемнее. Но подушки я все-таки советую сделать другого цвета. Одинакового цвета и подушки максимум на тон потемнее. Алина вместе с дизайнером отправляются с еженедельной инспекцией на квартиру. Хозяйка привыкла лично контролировать каждую мелочь. К тому же прораб обещал устранить все недоделки еще неделю назад. Так, а по гардеробной, я так понимаю, так и не сделали, да? Да, есть небольшой косячок. Забыли деталь на доставке. Все, его нашли. Но вы каждый день говорите завтра. А вот розетки. Вот розетки пять минут делали. Розетки я сегодня сам поставлю. Но вы мне каждый день такое говорите. На самом деле, мне это уже так достало. В этой квартире должно быть все идеально, то, как я хочу. Я очень придирчива к деталям. Из-за этого ремонт очень сильно затягивается. Родители попросили Алину присоединиться к ним за ужином. Привет. Здорово. Привет. Привет. Чем занималась сегодня? Алька, ну при что хоть поговори с нами? Я не хочу. В смысле не хочешь? У нас есть вопросы к тебе. Короче, все, вы меня отвлекаете? Меня уже друзья ждут. То есть даже пяти минут у тебя нету с родителями поговорить, да? Блин, а какие пять минут? У меня даже времени собаку не было. Аль, мы тебе ужин заказали посидеть, поговорить по-семейному. Мне бы хотелось, конечно, большего понимания со стороны дочери, чтобы проявляла какую-то заботу по отношению к нам с отцом. Шпиц Молли – это еще один дорогой аксессуар чада. Груминг и одежда для собаки уменьшают бюджет семьи еще на 20 тысяч рублей в месяц. Ради нее она готова опоздать на встречу с друзьями. Для нее она больше как игрушка. Вот она с ней посюсюкается, поиграется, как какие-то у собаки проблемы. Все, либо мама начинает заниматься, у ветеринарку возить. Конечно, мне больше нравится, там, не знаю, выходить с ней в свет, ходить по всяким салонам с ней, примирять ей всякие нарядики. Конечно, вот это грязная работа, там, менять пеленки и выгуливать. Я не люблю этим заниматься. На постоянные тусовки с друзьями 18-летняя Алина Неконорова тратит в месяц от 50 тысяч рублей до 200. У меня много джозей, и если мы ходим в какие-то клубы, то столы стоят там от 50 тысяч. Сегодня Алине необходимо посоветоваться с подругами. Как купить диван своей мечты? Папа больше всего запаривается по поводу цен на мебель. Он мне сказал, что хватит в этом месяце, уже нормально потратила и не дает. Ну, ты можешь, как обычно, додавить его, как ты умеешь. Ну, да. Я пытаюсь, конечно, но он почему-то вообще ни в какую не хочет. Что бы я хотел? Переформатирование в ее голове. Что бы она повернулась к ситуации, к миру по-другому. Отцепилась она от этих дорогих вещей. Отцепилась от этой роскоши, да. Понимать, что в этом мире балом правит доброта, порядочность, уважение. В том числе и к родителям, к родственникам, к своим друзьям. Уговорить Алину участвовать в проекте родители смогли легко. Папа согласился обставить квартиру любой мебелью, которую выберет дочь, если Алина поучаствует в реалити. В надежде, что после эксперимента дочь поймет, что диван за 600 тысяч не сделает ее более счастливой, чем диван за 300 тысяч. Я настолько задолбалась уже от того же ремонта, что, не знаю, мне смена обстановки очень пойдет на пользу. И это же прикольно. Посмотрите, как другие живут. Ты куда собралась с такими чемоданами? Проводить Алину приехала и младшая сестра мамы Елена. Главное не расплакаться. Мой золотой. Мой хороший ребеночек. Знаешь, я надеюсь, что ты попадешь в прекрасную семью, где тебя научат любить маму, папу просто так. Солнышко, я очень надеюсь, что ты себя будешь там вести достойно, чтобы мне не было стыдно. Давай. Мариничка, мой хороший. С собой в поездку Алина берет любимую игрушку – собачку Молли. Эксперимент по перевоспитанию 18-летней дочери миллионеров из Москвы начинается. В подмосковном городе Мытищи 18-летнюю дочь медиамагнатов из Москвы Алину Неконорову ждет семья Луковниковых. Хорошо. Зайди. Папа Максим бывший военный, сейчас на пенсии, но работает в логистической компании. Мама Ольга – юрист и трое детей. Ежемесячный доход семьи Луковниковых не превышает 60 тысяч рублей. Так, девчонки, гость приезжает, надо будет куда-то вещи складывать. Давайте шкаф будем освобождать. Давай, помогу. Пойдем. Большое количество детей мы не планировали. Как говорится, что Бог дал, то оно и есть. И мы очень счастливы, что у нас есть столько детей. Старшей дочери Луковниковых Анастасии 18 лет. Она учится в колледже Подмосковья по специальности сервис на транспорте. Отличница, волонтер, староста группы. У нее гиперответственность какая-то просто потрясающая. Такая вот правильная, хорошая, ну даже вот слишком правильная, наверное, получилась. Мне кажется, что моя мама и папа, несмотря на то, что они уже больше 20 лет вместе, они все еще любят друг друга, может быть, даже больше, чем раньше. Выходила я замуж даже не за офицера, а вообще еще за курсанта. Я смело могу сказать, что я тоже отслужила в армии, да, потому что я прошла все его пути, начиная от курсанта и заканчивая военным пенсионером. Конечно, нам многое пришлось пережить. Мы вообще не знаем, какой у нас будет ехать ребенок, поломальчик или девочка. Мы мало того, что в розовую карету стелем. Что ты думаешь с постелью или уже окончательно? Но мальчик-мальчик будет, его проблемы. Я надеюсь, что девочка, но в принципе, если это будет мальчик, это будет максимально, мне кажется, для него непонятно. В многодетной семье жить классно, потому что там вечная движуха, тебе постоянно что-то нужно делать. Быть старшим ребенком – это круто, потому что ты как старший босс после мамы. Давай цветочки поставь. Красиво. Ну, вполне. Мне так больше. Семь телом. Раз. Семь телом. Десятилетний сын Иван учится в школе и профессионально занимается бальными танцами. Младший Кате 6 лет. Она ходит в детский сад. Луковниковы живут в трехкомнатной квартире. Начатый полгода назад ремонт не удается закончить, так как Максим сильно занят на работе. При большой семье всегда приходится где-то выкручиваться, где-то пытаться подзаработать. Работать приходится. Бывает даже и без выходных, чтобы получили какие-то средства. В семье любят совместные прогулки и походы с палатками. Активно путешествуют по России. В принципе, все, что нам нужно, съесть. И что-то большее нам это особо не требуется. К приезду гостей решено приготовить мясо. Это в семье Луковниковых делают мужчины. Ну, посильнее маленько, чуть-чуть. С краев тоже, видишь, где этот жир. Чтобы всем все понравилось, да? Потому что девочкам нравится, когда готовят парни, а они отдыхают. Настя, слушай, я не знаю, я вообще волнуюсь. Ну, я купила тапки и щетку тоже купила. О богатых подростках мы знаем больше не из личной жизни. Круг у нас общение достаточно простое. А мы о них знаем из телевизора. Они вот живут тем, что показывают, у кого толщий кошелек, что они больше смогли. Но почему мы пошли в этот проект и почему нам это было интересно? Потому что мы решили реально познакомиться с этим человеком. Понять, а правда ли то, что по телевизору показывают про них. Семья Луковниковых к приему чада готова. По условию проекта чада доставляют к дому принимающей семьи. Куда нас привели вообще? Как бы высадил поближе, я не знаю. Где нам сейчас дом искать? Кошмар, еще холодно. Блин, даже чемоданы не помогли. Обычные дома, трава, которую давно уже никто не стриг. Также люди гуляют с собаками. То есть это обычный совершенно район. Довольно серенький. Алло? Это я от кровати. Я очень надеялась, что к нам приедет девочка. Потому что обычно девочки не такие капризные. Я держала крестики просто, что она не будет капризной. То есть будет в меру избалованная девочка, чтобы можно было ей сказать, что так нельзя. И она поймет это. Хотя бы поймет. Привет. Привет. Проходи. Нам гости. А я не одна, я с собакой. С собакой? О, плохо. Тебе помоешь? Да, давай. Давай, чемоданы. Вот это чемоданы. Привет. Это Молли. Я ожидала чего угодно, только не животных. Собака была немножко шоком, потому что я так к животным отношусь вообще очень нейтрально. То есть я их люблю, но вот где-то вот издалека. По телевизору желательно. Меня зовут Алина. Меня Ольга Петровна. Меня Настя. Максим. Это Катюшка. А еще у нас есть сын Иван, но он сейчас на тренировке. Что-то освещает-то совсем. Приятно познакомиться с Катюшком. Ты к нам надолго? Пока не знаю. Нас совсем родители отправили. Не кусается? Нет. Катя, ты давно мечтала? Я и мечтала. Ты познакомишься с песиком. Она в таком красивом кашемировом пальто. У нее такое красивое декольте с вырезом. То есть видно, что она любит это все показывать. Выглядит дорого-богато. По правилам проекта семья показывает гостям свою квартиру. Это наша кухня. Мы тут начали делать ремонт, не доделали. Радует. Главное, едим, обсуждаем все семейные проблемы и планы. Ну, простенько одеты. Довольно-таки обычная квартира. Горячая вода есть. Тут это радуется. Я практически так. Больше переживала за это. Одна посудомойка, вторая. У меня три-четыре посудомойки. Больше ручки нет у нас посудомойки. Ну, ничего страшного. Она только место занимает. 21 век. Зачем тратить свое время, свою энергию на мытье посуды? Но они предпочитают портить свой маникюр и мыть посуду губкой. Молли тоже начала обживать квартиру. Но по-своему. Я еще хотела про пеленочки спросить. Она вот так вот все время вот это все делает. Она приезжает в гости. Она не продумала, что собака вообще может такие дела делать. И кто за ней как и где чего будет убирать. Было неприятно. У меня дома все чисто, все стерильно. И вот собака, которая сразу же у порога тут наделала лужу. Я в шоке думала, как я вообще что с этим ковриком буду делать. Ну, не прямо сейчас, конечно, только пришла. Но потом попозже, в общем-то, придется убрать. Нет, конечно. Нет? Ну, а кому? Чей питомец? Я поняла, что некоторым членам семьи не понравилось присутствие моей собаки. Но какая у меня разница? Я вправе поступать так, как я захотела. Вопрос с обустройством собаки решили на время отложить. Тем более, что пеленки Алина все равно не привезла. Это значит, что с Молли придется гулять. Это моя комната. А как тебе все вечер в шкаф за лазит? Женя на шкаф. Вот так, но он большой на самом деле. Так кажется, что он маленький. Да и вещей немного. А у тебя больше шкафа, что ли? У меня гардеробная своя, да. В смысле, как комната? Да. Прям гардеробная размером, как комната. Семь квадратов. И что, и все заставлено? Семь квадратов, да. Мне кажется, она просто привыкла к тому, чтобы у нее все было пять звезд. И ей наши хоромы не особо понравились. Это комната родителей. А почему вы ремонт не сделаете? Это у нас вот юная художница. Она начала вот тут вот везде вот рисовать, портить, отдирать. Удивило то, как люди не заботятся о стенах, в которых они живут. Мне бы было неприятно с каким-нибудь оторванным клочком обоев. Ну, мы так, мы сначала пытались тут вот что-то придумать, как будто бы у нас тут какая-то картина. И обыграть, да, 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 и обыграть ее какими-то фотографиями. Но что-то у нас не задалось. Она даже не заметила того, что мы перед ее приездом убрали всю квартиру. Мы ее убирали всю ночь, чтобы просто ей понравиться. А она искала минусы, которых, в принципе, даже не видно. Но теперь будет сюрприз. Самая комната. А что ты про нее думаешь? Как ты себе ее представляешь? Я надеюсь, и одна буду жить. Ну, чуть-чуть одна. Одна, одна. У нас народов там много, одна-то у тебя вряд ли получится. Ради гостья все дети поменяли привычные комнаты и кровати. Катя будет спать в комнате Насти. Иван с родителями, а Настя с Алиной. Ну, и самое, наверное, интересное для тебя – это твоя комната. Для принцессы – принцесса карета. Ну, я была в неком шоке сначала от увиденного. Поэтому я такую немножко маску как будто бы нацепила и присматривалась к этим людям. Мы решили, что гость будет спать в карете, потому что они там все якобы царских кровей у нас мажоры. И поэтому карета им прекрасно подходила. Шкаф самый большой для тебя, пожалуйста. Мы тебе, да, приготовили отдельный шкаф. Ваше величество. Вот тебе единственное, ну, нам совсем-то уж некуда было, Катиной вещи. Поэтому вот как-нибудь научись обходиться вот двумя полками. Ну, я понимаю, что ты вещей делал много. Страшно, да, мне очень мало. Призошла так сразу же, так раз-раз, с глазенками там все обсмотрела. Конечно, в открытую она ничего не говорила. По ее взгляду было понятно, что что-то тут не так. Ей явно не нравится наша обстановка. Я смотрю, ты босиком приехала. Мы не знаем, тебе понравится или нет. Ну, извини, у нас тут все по-простому. Вот, поэтому мы тебе приготовили тапочку. Ну, на всякий случай купили еще зубную щетку, а полотенце и прочее, это у нас все есть, вообще даже не переживай. Располагайся. Располагайся. Ну, конечно, она так немножко с презрением на это, на все смотрела. Судя по ее удивлению, что вот это вот все и может быть шкаф и все, и гардеробная у нее есть, и все у нее есть. Но человек приехал из другого мира, что делать? Мы были к этому готовы. Беда, конечно, вон обои опять отклеившиеся. Мебель уже не в очень хорошем состоянии. А носочек, это, я так понимаю, элемент декора. Места очень мало. Со мной будешь? Ты со мной будешь? Ты будешь со мной тут спать? Будем вот тут спать? Ну, этому очень надо. Почему? Мне надо ковать описывать. Мне нравится его очень сильный пес. Он хороший, он мягенький. У него хорошие глазки. Он не кусается, не поцарапается. А подойдите кто-нибудь сюда. Смотри, как давно это стирали. Вообще, можно ли это сейчас перестирать, потому что я так спать не буду? Перестирать, я думаю, что не получится. Почему? Потому что я не знаю, как это все открепляется. Вы можете убрать это покрывало. Я на нем спать не буду. На нем не обязательно спать? Перец там уже ты будешь убирать. Оно мне не нравится, оно неэстетично смотрится, мне некомфортно. И по поводу вот этих цветов всех, можно их тоже поубирать? Потому что, ну, бабушкины какие-то цветы, они тут вообще не вписываются, мне не нравится. Ну, вообще, я эстет, и если что-то меня в дизайне не устраивает, я предпочитую эти вещи убрать, чтобы они не мозолили мне глаз. Цветы не очень эстетично наши смотрятся, мам, их нужно убрать. Ну, вообще, мы старались. Катя, конечно, обидится. Она старалась, чтобы сделать красиво в комнате, чтобы к ней гости едут. Ну, не нравится, не нравится, что теперь, извините, хозяин, барин. Как хотите. Давай я уберу. Ещё что-то? Ну, я ещё подумаю, но в целом пока всё. Ну, только сильно тут не хозяйничай, ладно? Всё-таки гость, не забывай об этом. Разговаривает она, манерно тянет слова, она какая-то вот вся вот такая вот откуда-то вот свысока спустилась к нам. И вот нам тут дозволено вот как-то вот с ней пообщаться. Кроме того, что я хочу, других слов, в общем-то, она не знает. Я не знаю, что с ней делать вообще. Сначала зашла вроде бы ничего, вся такая, да, такая прям скромненькая. Культурная. А сейчас прям пошло у неё. Я ещё думаю, фух, вроде бы всё нормально. Я тоже подумала. Слава Богу, обошлось. А тут вообще такая... Как по щечку пальца какого-то. Это что тут вообще за жесть такая? Слушай, я прям не могу, я прям нервничаю. Подумать по-девчачьи, что нас не сделать? Что, мы не справимся, что ли, с одной какой-то тут вообще девчонкой? Ну, мы как-то все вместе тут справляемся. Пока Луковниковы обсуждают план действий, Алина очень быстро освоилась и стала вести себя так, как привыкла. Давать указания и требовать. Ей нужна лежанка для собаки, чтобы разместить её рядом с кроватью. Мы к животному не готовы. Оно не очень воспитанное, оно вот уже вот, да, нам тут вот луж понаделало. Сюда вот ей вот, ну ладно, что-нибудь ей постели, но спать будет только вот здесь вот, и больше я нигде не разрешаю. Нет, она там спать точно не будет. Это моё дитё, она не будет спать на коврике возле двери. А это моя квартира, и я не разрешаю по всей квартире ходить к животным. Поэтому вот будет жить вот тут вот, и больше нигде. Мам, ну всё, сейчас мы разберёмся. Ну, не знаю, разбирайтесь как хотите вообще. Я поняла, что мне нужно занять позицию человека, который будет всё сглаживать. Потому что и Алина уже своим поведением как бы немножко раздражает. Но при этом хочется как-то, чтобы всё это выходило на нейтральную сторону. Я вообще не понимаю, почему твоя мама бухтит. Как бы она знала, что я приеду. Ну, просто она не знала, что с собакой. Хорошо, давай сделаем по-другому. Мы в принципе, я уверена, что мама не разрешит какие-то наши вещи брать. У меня там есть пелёнка, я могу тебе её принести и дать. Это говорит о её безответственности. Если ты едешь со своей собакой, то есть это как твой, можно сказать, маленький ребёнок. О нём нужно думать, на чём он будет спать, что он будет есть, что он будет пить. И это всё нужно брать с собой, потому что ты едешь туда, где нет ничего для этого. Всё, что я могу тебе предложить, это, в принципе, вот эта тряпка. Я не знаю, её можно развожить или чтобы помягче было так сделать. Смотри сама. Я, конечно, понимаю, что лучшего я уже не найду в вашем доме, но уже пусть будет так. Ну, знаешь, что есть? Ты маме своей объясни, что я не тот человек, которому можно что-то говорить и чтобы я вам подчинялась. Я взрослый человек, и я считаю, что меня невозможно перевоспитать. И я считаю, что это вообще глупая затея, и ничего не получится. У меня будут свои правила, а вы, пожалуйста, под них подстраивайтесь. Подожди, ты приехала в гости, и ты хочешь, чтобы мы подстраивались под твои правила? Ну, я привыкла так жить, и объясни всей своей семье, что будет так, как захочу я. Мы идём к тебе на уступки, но мы не можем поклониться тебе в ножки, как это делают у тебя. И всё, чтобы всё было так, как ты хочешь. Ты приехала в нашу семью, и мы показываем тебе, как это делают у нас. Наступило время ужина. Возможно, на сытый желудок удастся поговорить спокойно. Так, давайте. Давай свою тарелочку, я тебе мясо положу. Мне не надо, я мясо не ем. Ну, как не ем-то? Я старался, готовился. Мясо не пушь есть, мы специально готовили, старались. Но нет, мясо я не люблю. Мы показали свою доброжелательность. То, что мы приготовили, пожалуйста, от всего сердца. Ну, сама реакция, конечно, меня расстроила. Будешь? Салатик поем? Вот салатик, пожалуйста, ешь салатик. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Луковниковым и Чаду, наконец, удалось найти общую тему для разговора. Ремонт квартиры. Ты с родителями живёшь, получается, да? Ну, сейчас да, но мне свою квартиру купили, и я там ещё всё под себя делала. Ты свою квартиру родители купили, свою квартиру? Да, да, папа мне купил квартиру. Ну, то есть ты вот сейчас что, ремонт сейчас не делаешь, и будешь переезжать и жить отдельно? Ну, у меня, да, у меня есть прораб, у меня есть дизайнер. То есть я выбираю картинки, показываю, что я хочу, а они, соответственно, всё это воплощают. Ты всю квартиру уже отремонтировал, у тебя одна кухня осталась? Нет, у меня, то есть у меня сделал косметический ремонт. Вот, ну, конечно, с мебелью проблема, потому что те суммы, которые мне нужны на мебель, как бы папа мне сейчас тормозит, говорит, что я слишком много трачу. А, ну, то есть всё-таки... А в какую сумму у тебя косметический ремонт вышел? Просто интересно. Могут много косметических ремонтов? Трёшки-то сколько? Ну, уже больше десяти лямов. Со столом Алина говорила только о деньгах, о том, что сколько стоит. И мне кажется, она это делала, потому что она может этим похвастаться, как бы утереть нам нос, такая она суперкрутая. Для меня косметический ремонт – это вот поклеить обои, покрасить потолок. А у нас ремонт обошёлся, ну, примерно, наверное, тысяч тридцать. Да, конечно, её ремонт в десять миллионов меня, конечно... У нас квартира столько стоит, грубо говоря, десять миллионов удивил. Вот. Ну, лично мы делали, исходя подешевле, да. Вот. Но мы все участвовали в этом, и это нашу семью ещё больше сближало. Ну, никак не можем закончить ремонт на этой кухне. Всё своими силами делаем тут по выходным. Ночью, соответственно, потом всё это вот отмываю, потом мы на работу бежим. Шестилетней Кате взрослые разговоры про ремонт неинтересны. Совсем другое дело – собачка Молли. Катя попросила Алину отпустить с ней Молли на улицу и пообещала пять минут погулять у подъезда. Алине было лень выгуливать животное самой, поэтому она так легко согласилась доверить Молли ребёнку. Катя очень любит животных, и так как у нас их нет, она обрадовалась собаке и решила, что она поможет или сама попробует новый опыт погулять с собакой. Она любит вот этим всем заниматься. Она такая шабутная девчонка. Когда Ольга выглянула в окно, то дочери там не обнаружила. Золотая, ко мне иди, 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 пойдём, пойдём, пойдём. Родные нашли малышей за домом. Молли под присмотром Кати принимала мытищинские грязевые ванны. Катя, а что тут происходит вообще? Ты где была? Я здесь. Моля! Ты почему такая грязная? Ты где её водила? Чё она такая грязная? Она тут убежала. А ты зачем её в лужи поставила? Я не ставила, я её убежала. Но она белоснежная была, она только с груминга вышла. Я была в шоке. Это белое пушистое пятнышко, которое просто в этой луже. И у меня в голове только одна мысль. Кто будет мыть собаку? Что будем делать? Я надеюсь, она в таком виде по квартире не будет у нас гулять? Я не знаю, заказывайте груминг, пусть дома её отмывают. Ну, груминг, извини, дорогая, это нам не по карману. Мы такие расходы вообще абсолютно не предусматривали. Я побежала. Алина начала кричать. И я думала, что она испугалась за своего питомца, за то, что он простудится, заболеет, ещё что-то. Но когда я услышала про груминг, у меня такой, конечно, лёгкий шок был. Испортили вот её аксессуар, да, это как будто бы сумку бросили в эту грязь. И как теперь вот с этой грязной сумкой ходить? Что мы теперь с ней будем делать? Я мыть её не буду, мойте сами. Давай мыть её в тазу. Собака дорогая, не дай бог, ещё заболеет. Нормальная. Нормальная вода? Да. Мыть собаку – это не царское дело. Это делают холопы. И тут, видимо, повторилась такая история, что она не будет это делать. А мы все, конечно же, послушаем её величество. Давайте побольше шампуня. Она у нас не укусит, мы её уйд будем, Алина. Не укусит. Точно? Нет. А ты думаешь, её сама мышь? Нет, у меня есть специальный человек. Я в груминг её вожу. Я там вон стрижку. И сколько стоит её помыть? Ну, от пяти стрижка стоит. Помыть тоже там тысяча две. Нифига себе помыть собачку. Ничего себе, Три Сета, мы сейчас тебе на пять тысяч тут собаку намыли, да? Вот тут у неё ещё на грудке грязно тоже помыть, пожалуйста. Смотри, что ещё на грудке у неё тут грязно. Нет, лапы хорошо там тоже помыть. Так не говори мне, что её ещё феном потом сушат. Да, а что к штукам я здесь не сделаю? Холодным воздухом, конечно, у неё шерсть. Так, собака, иди сюда, животина бедная ты. Ещё полы будем за тобой оттирать. Ольге и Насте пришлось помыть не только собаку, но и полы в квартире. А также отстирать коврик и посушить Молли холодным воздухом из фена. Это всё временно, правильно? Правильно. Значит, сильно близко к сердцу это принимать точно не надо никак. Всё будет хорошо. Я уверена, что это, наверное, самый тяжёлый день был. Мне кажется, она подостынет, и всё будет нормально. И я надеюсь, что она всё-таки к нам привыкнет, и как-то вот начнёт меняться. И мы к ней привыкнем. Иван вернулся с тренировки по бальным танцам. Он ужинает, а вся семья собралась на вечернее чаепитие. Привет. Меня Алина зовут. Меня Ваня. Очень приятно. Это наш средний сын. Давай с нами чай пить, Алина. День тяжёлый. Ну, давай отдохнём. Принесите мне, пожалуйста, чай с ромашкой в спальню. И ещё я хотела попросить. Я вот на завтрак ем круассан с лососем. Вот. И да, послушайте, пожалуйста, это важно. А я вот пальцы загибаю. А вы и пальцы за меня загибать будете? И, пожалуйста, с утра меня не будите, потому что если я не высплюсь, вы меня разбудите, я буду не в настроении. Больше всего меня в этой девочке возмущает её бесцеремонность. Как она нам тут всем указывает, и вот все вокруг неё должны бегать. Ну, я думаю, нам удастся Алину перевоспитать, внести свою лепту в её сознание. Ваш чай, ваша велическая, с ромашкой, как и просили. Угу. А, кстати, не забудь, пожалуйста, когда заходишь стучаться. И ещё, напоминаю, вот с утра меня не будите. Первый день эксперимента подошёл к концу. Чада Никаноровых впервые засыпает в карете. Да ещё и с соседкой в комнате. Наступил второй день эксперимента по перевоспитанию 18-летней дочери медиамагнатов из Москвы в многодетной семье Луковниковых в подмосковных Матищах. Утро субботы для Максима и Ивана началось в 6 утра. Это время традиционной рыбалки. По субботам, пока мужчины рыбачат, девочки занимаются скандинавской ходьбой. Потом семья Луковниковых собирается на берегу, чтобы сварить уху. Отказываться от традиции ради гостей не стали. Пока Алина спит, девочки решили покормить Молли. Так как корм и миску хозяйка не привезла, пришлось дать собаке сосиски. Я не знаю, что она есть. Нужно будет обязательно купить, спросить у Алины, какой она корм есть. Накануне Алина категорично потребовала ее не будить. Но собака не гуляла, а хозяйка вставать не собирается. Если дома мама сама бы вышла на прогулку, то в семье Луковниковых так не принято. Мы решили потревожить ее величество и все-таки разбудить ее. Зачем вы меня будите? Потому что пора вставать. Я так не считаю, я еще буду спать. Мам! Да, Настя? Алина не хочет вставать. Меня очень бесит, когда меня будят. Если я не досплю нужное количество часов, как правило, это происходит до обеда. У меня действительно потом день просто идет наперекосяк. Ну, доброе утро. Я попросила меня не будить. Мне было странно и непонятно, откуда у нее, у молодой девушки, это желание все время спать до обеда. Ну, она должна быть еще полна энергии. Это же не бабушка какая-то приехала. Собака скулит. Ее нужно выгулить. Она целый день была дома. Ну, идите выгулить. Это ты, пожалуйста, все сама. Я решила, что, может быть, ей кислорода не хватает. У нее кислород на голодании. По правилам проекта Чада делает все то же, что и старший ребенок в принимающей семье. Алине рассказали план на день. И после недолгого сопротивления ей все же пришлось встать. Круассан с лососем ей не приготовили. От завтрака, который состоял из сосисок с гречневой кашей, бутербродов с сыром и чая, Алина отказалась. Поэтому пришлось идти на скандинавскую ходьбу голодной. Я очень не хотела идти на эту скандинавскую ходьбу. Но я просто понимала, что у меня собака долго не гуляла. Вот, поэтому я вышла только для того, чтобы прогулять свою собаку. Что это такое? Алин, это вот палки для скандинавской ходьбы. Алина почти никогда не ходит пешком. Нет ни желания, ни необходимости. Ну, в основном я перемещаюсь, конечно, на машине. Условно у меня салон в соседних домах. То есть идти там буквально это 5-10 минут. Но я все равно поеду на машине. Не люблю я ходить, вот и все. Между прочим, скандинавская ходьба, это очень полезно для здоровья. И развивается дыхательная система. 8-10 метров я пройду, я больше не буду идти. Вот давай, хоть попробуем, как на лыжах. И ставишь на пятку, и перекатываешь на носок. Перекатываешь. И когда ты идешь быстро, ты об этом даже не думаешь. Но я бы не стала рассматривать скандинавскую ходьбу как фитнес, потому что, ну, по факту, это обычная прогулка с какими-то маханиями рук. Молли быстро сделала свои дела и устала. Поэтому нести ее пришлось по очереди всем, кроме хозяйки. Нет, друзья, все. Я, конечно, очень не женяюсь, но это вообще не для меня. Вот, пожалуйста. Ну, немножко там, может быть, хотя бы. Нет, 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 все, мальчик. А куда ты собралась? Да я не хочу уже, но я находилась. Все, давайте. Нет, подожди, Алин, а куда ты пойдешь-то? Вы там доходите, потом, не знаю, встретимся. Мне уже надоело, правда. Я вообще ничего не думала. Это вообще не для меня. Характер у нее не ангельский, но все равно так демонстративно уходить, и оставлять палки было некрасиво. Она могла сказать, я не хочу, давайте пойдем. Слушай, ну я как-то я всего ожидала, но того, что человек вот так развернется просто и уйдет. Как-то не очень будет, если мы ее оставим на улице посреди города, чтобы она стояла. Ольга и Настя догнали Алину и напомнили о правилах проекта, что Чада делает все, что и подросток, принимающий семьи. И после скандинавской ходьбы по плану традиционная уха. Они всегда делают ее по субботам. Так впервые в жизни Алина оказалась на пикнике на берегу российского пруда. От того, что я три дня поживу по их правилам, особо много ничего не поменяется. Девочки пришли, я с Ваней ее ловил, а вам ее просто почистить. Папа с сыном с утра на рыбалке. И пока девочки занимались скандинавской ходьбой, они поймали трех крупных рыб. Я не чистила никогда, нет. Алина, ну это надо когда-то начинать. Я не умею даже. Все, смотри, у меня уже все промышленники, вот только тебя не хватает. Пойдем, а потом... Ты просто не поймешь, ты впишись в это, ты в это впишись. Ты должна чему-то новому научиться. На, пробуй, как у тебя получается. Вот мы ее держим, вот мы ее чистим. Так, Ваня, ты смотри, иди принеси. Сильнее, сильнее, сильнее. Вот, все, чешуя у нас сходит, мы ее убираем. Сейчас уберу я, а следующую будешь убирать уже ты. Нет, нужно. Я решила быть более умной и хитрой и согласилась на их условия. Нельзя никого попросить, какого-нибудь человека денег ему дать, пусть почистит нам. Нет, ну это, конечно, хороший подход к жизни, вот все время какого-то человека найти, дать ему денег. А представь себе, что ну нету такого человека. Вот все так разбогатели. Смотри, он одним ногтем держит. А ноготочки-то красивые. Слушай, а маникюр какой у тебя красивый. Холодно, противно вообще. Глаза скользкая какая-то. Я первый и последний раз в жизни это делаю. Ужас. Эту рыбу-то видел только уже готовой на Тухрово-Асане. И, ну, мы немножко ее поучили. Вот тут вот держишь ее вот так вот за жабры. А вторую такой режешь. Вот помеж плавников проходи. О, какой ужас. Да не ужас это еще. А там там осень. Кошмар. Видели бы меня сейчас мои друзья и родители. И что? Они бы тобой гордились, поверь. Особенно родители. Слушай, ну ты все просто круто. Типа траха, у меня под ногтями кровь, там, я не знаю, какие-то органы этой рыбы. Как вам вообще отдых такого плана? Вы часто выбираетесь? Мы стараемся выбираться, как у нас есть время и возможность. Не знаю, очень. Мне понравилось? Нет, мне такого плана отдыха вообще не нравится. Я больше люблю, не знаю, куда-нибудь там в теплые страны ездить. На пляже отдыхать. Большую чашку. Смотри, давай начинай пробовать, не стесняйся. Ой, ну неплохо. Вот. А я тебе что говорил? Ты дальше, дальше. Потому что рыбка, она прям... А мне нравится. Морковочка свежая. Уха оказалась на удивление очень вкусная. Плюс-минус, я теперь понимаю, как готовить этот суп. А потом, мы все-таки немножко исполнили твое желание. Ты же заказывала на завтрак что? Рыбу. Рыбу. Вот. А ты на каких островах была? Где-то отдыхала? Ой, я очень много где была. Допустим, в этом году мы были на Мальдивах. Я ездила в Мексику. Вот буквально месяц назад мы с родителями вернулись с Кипра. Ну, а по России где-нибудь отдыхала? Нет, в России ты вообще видела что-нибудь? Ну, я была пару раз в Сочи, но мне не очень понравилось. Ну, Сочи, это, как сказать, это море, да? А я имел в виду то, что вот ближайшее, вот, например, мы очень часто ездим на Селигер. Это где? Тверская область. Белоснежный песок, просто белоснежный. Ты знаешь, такое ощущение, что ты вот как раз на каких-то Мальдивах где-то находишься. После обеда на рыбалке семья Лукомниковых вместе с Алиной вернулась домой. Суббота – время домашних дел для Максима. Семья давно не может поменять напольные покрытия на кухне. И сегодня по плану поездка в строительный магазин. Ольга занята удаленной работой, ей нужно подготовить и распечатать договоры. Поэтому она решила рискнуть и доверить выбор Максиму и девочкам. Для Алины поездки по строительным магазинам непривычны. Но она согласилась, чтобы продемонстрировать свой опыт в вопросах дизайна интерьеров. Я думаю, да, надо смотреть подороже, потому что он намного качественнее будет. Ну, подороже. Не всегда дорогое бывает качественным. Это просто переплата за бренды. Вот если брать, например, вот такого светлого тона? Нет, это темный цвет. Нам надо что-нибудь такого плана. Сейчас, во-первых, в моде светлые тона. То есть квартира за счет светлых тонов становится больше по объему. И второй нюанс. Раз кухня белая, значит, надо общую картинку сделать белым. И не важно, что там какие-то коричневые вставки, пусть оно отдельно играет. Тебе этот дизайнер подсказал или ты сама так представляла? И представляла я с дизайнером, конечно, мы много что обсуждали. Меня поразило, как они выбирали этот линолеум. Обычно я прихожу, не обращая внимания на ценник, то есть я выбираю то, что мне нравится. Они примеряли по ценам, они смотрели, есть ли какие-то акции. Вот это, конечно, меня немножко удивило. Двенадцать, двенадцать. Но это вообще недорого. Нет, ну дорого, тут же есть подешевле варианты. В принципе, не такого плохого качества. То есть это дорого? Давайте, не знаю, может, я вам оплачу. У меня деньги есть. Просто на подарок такой будет. Нет, ну мы не можем принять его подарок, конечно, извини. Вот, мы заработали, сами и купим. В итоге, благодаря советам Алины и здравому смыслу, удалось купить линолеум. И дизайнерски привлекательный, и не подрывающий семейный бюджет. Главное, чтобы Ольга была довольна. Вот, а я думаю, она будет довольна. Если все-таки маме-то нашей не понравится, без нее же выбирали. Она же коричневый хотела. Что делать будем? Алина нам выбирала, заберешь себе. Спасибо тебе, Алина! Я думала, мой ремонт, конечно, отлично втишится. В магазине мне показалось, что между нами сразу начнется спор, потому что разные вкусы, я была уверена, что у нас с ней. Но, к большому удивлению, этого не случилось. То, что она предлагала, мне нравилось. И, в принципе, получается, наши вкусы похожи. В следующий раз, когда будешь мыть пол, будешь мыть и вспоминать, что это я тебе помогла его выбрать. Линолеум привезут лишь завтра, поэтому Максим уехал по рабочим делам, а девочки вернулись домой. К Насте пришла подруга Оля. Алин, собираешься 15 минут тебе, мы сейчас пойдем. Куда? В театр. В театр? Да. А с кем? Со мной, с моими друзьями. Неожиданно. Ну, давай. Давай, пойдем. Молли придется поскучать. В качестве исключения, родители Насти пообещали погулять с собакой. Конечно, меня удивило то, что девочки позвали меня именно в театр, а не, я не знаю, в какой-нибудь клуб. Билеты в Матищинский театр заранее забронировали на троих. А ты где-нибудь была, помимо, в России, в театрах, может, в каких-нибудь? В Париже, в Мулен-Руш, был столик прямо перед сценой, то есть у нас был до этого ужин, там шампанское, потом красивое шоу. Дорого, наверное. Дорого, да, но это того, что было очень красивое шоу было. Прикольно. Сейчас посмотришь, как у нас. Знакомься, наш местный театр. Нереально красивый. Ну, не сравнится, конечно, с своим Мулен-Руш. На спектакль «Горе от ума» девочки отправляются без камер. Мы не можем мешать зрителям. Но Алина снимает собственный репортаж для сториз. На самом деле, какой-то очень маленький театр. И, не знаю, мне казалось, что это какая-то будет неинтересная постановка. Но посмотрите, сколько пришло людей. Люди ходят, не поверишь. Спектакль оказался хорошим. Ну что, как ваши письма будет посмотра? На самом деле, я ожидала худшего. Вот, в принципе, спектакль был довольно-таки интересный. Она не делала никаких выкрутасов, не говорила, что ей скучно. Сидела и внимательно смотрела. Пока Алины и Насте нет дома, Максим взял на себя заботу о Молле. Он не только ее вывел на прогулку, но и купил корм. И вот эту палочку купил. Сказали, для таких маленьких будет есть. Ладно, я тебе потом дам, если ты сейчас не хочешь. Хочешь такую? Да. Так, разговоры про то, что мы хотим такую, мы тут не заводим. Мама, посмотри. Нет, я ее кормить и с ней гулять не буду, это точно. Тогда мы хоть здесь и поиграемся маленечко с нашим пупсичком, да? А вы были в Большом театре? Там, в принципе, дороговато, конечно, ужасно. Но если на галерку и накопить там месяц-другой, то можно будет. Щелкунчик. Давно хотела сходить, потому что все нахваливают, и не было возможности. Ну, меня, конечно, удивило, что мы не стали обсуждать каких-то парней или там лаки для ногтей. Я слышала, вот они перед Новым годом, как правило, вот это все проводят. Конечно, я бы хотела в этом году попасть. Глядишь как-нибудь вместе. Можно, кстати, вместе будет сходить. Почему? Да. Ура! Алина начинает меняться, начинает показывать свою настоящую сущность в хорошем плане, не в плохом, как она показала ее изначально. По правилам проекта, в конце второго дня родители обеих семей знакомятся друг с другом. Младшие дети Луковниковых улеглись спать, а девочки еще не вернулись из театра. Поэтому у родителей есть возможность поговорить откровенно. Я даже не представляю, какие они. Пообщаемся. Мне кажется, что мама, наверное, волнуется. Все-таки отдать дочку в чужую семью я бы волновалась, если бы Настя куда-то поехала. Переживают, надо их успокоить. Они так же, как и мы переживаем при первой встрече. Как ты их себе представляешь? Красавицу маму. Дочка-то вот какая. Дочка очень красивая, мне тоже кажется. Добрый вечер. Добрый, добрый. Здрасте. Мы рады вас видеть. Меня Ольга зовут. Меня Светлана зовут. Я Игорь. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно вас увидеть. Но мы вас вот так вот и представляли. Мы знаем теперь, в кого дочка красавица. Сколько своих деток? А у нас трое. У нас старшая дочка, она примерно ровесница вашей, 18 лет у нас, Настя. А вы где территориально-то? Мы в Матищев. Мы в Московской области, Матищев. Да. Понятно. Но вы, наверное, волнуетесь. Представьте вообще, как бы попасть вообще в чужую семью. Мы просто знаем, на что она способна. Поэтому очень волнуемся, переживаем. Мы теперь тоже знаем, на что она способна. Есть некоторые моменты, конечно. Да, с характером. То есть вот этих вспышек у нее у вас не было, да? Или все-таки? Ну, были, были, конечно. Вспышки были. И притирки были. Или сразу же ей не понравился наш дизайн. Хотя мы старались. Комнату украсили к ее приходу. И она так, тут цветы у нас не такие. Тут у нас занавески не такие. И вот так она тут немножко, конечно, пофыркала. Вот все родственники, кто видели мои отношения к ней, друзья, знакомые все говорят. Ну вот ошибку делаешь. Ты растишь просто чадо. Вот вам. Да? Вот вам чадо. Вот вам шоу. Вот вам чадо. А папу надо брать на перевоспитание. Кстати, не ожидали, что она приедет с маленьким чудом. Собачка оказалась полной неожиданностью. Ладно бы еще ухаживала за ней. Но это просто вот... Вот у нас тут произошел небольшой инцидент. Вы, конечно, не пугайтесь. У нас младшая дочка попросила гулять с ней пойти. И питомец испачкался. И тут стал вопрос о том, что нужно его мыть. И, конечно, для нее в бытовых планах... Просто стали удивляться, кто же это делает. Мама, как правило. Мама, конечно. Ну и справилась, да? На рыбалке мы ходили. Чистила рыбу сама. То есть для нее это был такой шок, что рыбу, оказывается, чистят. Вы еще ногти отрезали. А она не сразу же на круассане сласла. Ногтями просто вышкребала эту тишую всю. Да. А чем вы занимаетесь, расскажите, интересно. Я закончил Кировоградское летное училище. Коллеги. Штурманское училище закончил. Так я штурман по образованию. Я летал на ТУ-154. А я летал, начинал там с ТУ-134, Ан-26. Подожди, штурм? Штурманом, да. Шалей. Да, да, да. А сейчас я по бизнесу занимаюсь IT-технологиями. То есть интернет-провайдер. Тоже хорошо. Было очень приятно с вами познакомиться. Очень приятные люди. Вот от души то, что штурман со штурмана. Ну, вы самое главное, не переживайте. Докручивайте, допиливайте Альку нам. Не стесняйтесь. Хорошо. Кроме того, благодарности. Разрешение получили. Все, скажем, папа разрешил. Да. Папа попросил. Очень приятные люди. Слушай, мы с авиацией рано шел. Уже было оставаться друг по другому, прочь воспитывать. Ее никогда не интересовало, что я раньше работал летчиком. Ну, ты видишь, она даже не сказала. Вообще, папа это просто терминал. Очень-очень замечательно. Я же должен своего коллегу видеть в экране. Кстати, я переживал больше, знаешь, тоже как-то напряженно-пряженно. А как вот что-то раз и пошло. Очень замечательно, красивая мама, отец красавчик. Но папа видно, что он души не чает в дочери. Это все делает любовь. Мы получили полный карт-бланш. И поэтому у меня прям уже грандиозные планы на завтрашний день. Алина с Настей вернулись домой поздно. И тут же отправились спать. Наступил третий день эксперимента по перевоспитанию 18-летней дочери миллионеров из Москвы Алины Неконоровой в многодетной семье Луковниковых в городе Матищи Московской области. Максим уехал на подработку. Пока Ольга принимает доставку линолеума, нужно покормить младших детей. И это поручили сделать Алине. Так, ну я не разбираюсь, где у тебя сковородка или кастрюля. Я тебе во всем помогу. Открывай духовку. Ну что, давай пока яйца жарю. Я чистяю и режу тихий. Подожди, а то у меня собака. А дощечку? А еще чего? Мне все сделать надо? Ну, тарелочку хотя бы дай. Вообще, я бы и сама могла приготовить завтрак. Но мне было просто любопытно, откажется ли Алина. А если нет, то что она сделает? Приятного аппетита. Спасибо. Давай, тебе положу. А я не ем яйца. Не ешь? А сосиски ешь? Не ешь. Ешь? Ну все, тогда кушай. А что вы вообще едите? Рисовую кашу. Несмотря на отсутствие каши, детям завтрак понравился. Тем временем привезли линолеум. И все ждали, что скажет мама. Ведь она хотела темный оттенок. Давайте посмотрим. Мне прям не терпится, что вы тут выбрали. Слушайте, ну он... Как вам расцветка? Правда, он такой классный. Я думала, темный больше подойдет на кухню. Но белый смотрится очень хорошо. Еще мне нравится то, что вы, да, на такой теплой подкладке его выбрали. Я думаю, что это будет звукоизоляция. И нашим соседям будет комфортнее. Я подумала, что он хорошо к кухне подойдет и увеличит пространство. Ну вы большие молодцы. Я прям вами горжусь. Спасибо. Да, выручили. Мне очень полистил тот факт, что Ольге понравился линолеум. Ну не зря я перечитала там кучу дизайнерских журналов, ходила на всякие выставки. Раз в неделю по выходным семья Луковниковых отправляется на природу, чтобы очистить окружающий мир от мусора. В этот раз на очереди берег реки. Кто там мусорит, а вы просто приходите за другими людьми и убираете? А что в этом удивительно? Очень много людей так делает вообще. Ну а что? Это какая-то организация, вам за это платят. Вот зачем? Алин, ты знаешь, в этой жизни не все измеряется деньгами. Мы это делаем не потому, что нам за это платят, мы не работаем дворниками, а потому что нам хочется свой мир вот вокруг, свой двор сделать чище. Мы часто здесь гуляем, а по грязи и по мусорке гулять не особо хочется. Меня абсолютно не смущает какая-то уборка на улице, то есть мне это не противно. Я наоборот постоянно говорю, какие-то умирают, и постоянно когда иду, там какой-то если мусор, просто около мусорки лежит, я кидаю в мусор, потому что экология – это важно. Я хочу, чтобы мои дети не мусорили в дальнейшем. Ребенок убирал, и он уже, ну я надеюсь на то, что он уже никогда мусорить вот это вот не будет. И за ним уже убирать никому не нужно будет. Я не могу сказать, что мы часто это делаем, и мы этим не хвастаемся абсолютно. Это ну какой-то нормальный вообще процесс жизни мы совершенно. Но самая обыкновенная семья – это абсолютно нормально. Вот это, конечно, жизненная философия меня очень сильно удивила, и я стала их уважать. С олениной помощью берег реки удалось очистить быстро. Все вернулись домой, и олене предстоит узнать, как в обычных семьях делают заготовки на зиму. Давайте дорезать уже чуть-чуть осталось. Осенью занимаемся заготовками, когда сезон идет. Ну это же вкусно домашнее свое, это же никакой химии. Как правило, собирается вся семья за вот этой вот готовкой. Тут уже... Привет! Папа пришел. Здравствуйте. С первого этажа слышно этот запах вкусный. Смотри, девчонки, какие помощницы молодцы. Чувствуется то, что у Алины идет прогресс. Она стала более, я бы сказал, как бы, наверное, доброй. Я вообще смотрю на себя со стороны и вообще не верю, что я таким занимаюсь. Заготовки какие-то. Сколько нового. Я так за тебя рада, что аж плачу, если честно. Сколько нового. Сейчас тоже буду плакать. Откуда у вас столько рецептов в голове? Это передается поколениями от бабушки к маме, от мамы к дочке. Я думаю, что у вас тоже есть. Мне показалось, что Алине стало интересно участвовать в жизни нашей семьи и узнавать что-то новое. Первую банку леча торжественно доверили закрыть Алине. Проблемо. Давай, 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 давай. И закручивай ее. Давай, 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 давай. Все! Спасибо. Вот она. И эту банку и заберешь родителям. Последним пунктом в списке сегодняшних домашних дел подготовка новогодних костюмов. Настя и папа Максим подрабатывают, поздравляя детей. Это и заработок, за выезд они получают от полутора до двух тысяч рублей, и благотворительность. Часто помогают нуждающимся бесплатными поздравлениями. Какая шуба у нас богатая. Да, это у нас папа. Такой вот шубе, потомственный Дед Мороз. Идея с Дедом Морозом родилась, потому что муж, когда учился, занимался в театральном кружке. И когда он пришел, молодой лейтенант, его в армии просто назначили Дедом Морозом. А потом мы уже как-то в это дело втянулись и поняли, что, в принципе, на это можно делать какой-то небольшой бизнес. Одеваются, прям переодеваются иногда прям в коридоре, потому что она длинная до самых пят. И зарабатывают они за это время где-то порядка двух наших зарплат, поэтому достаточно хорошие подспорья. Настя вынуждена заняться выполнением домашних заданий, поэтому Алине предложили ее заменить и примерить костюм Снегурочки. Сейчас мы тебе примерим. Давай, одевай. Да, примерь. Покажу тебе, как это делать. Одевай, одевай. Поймешь, какая это работа. Самое главное, что? Подарить ребенку счастье. У меня, кстати, опыт Снегурочки уже был. Естественно, я не работала каким-то аниматором, но у нас в семье есть племяшки. Не один раз мне приходилось быть Снегурочкой, мы поздравляли это к малышей. Тук-тук. Кто там к нам пришел? Здравствуйте, детишки. Здравствуйте, детки. Здравствуйте, детушка. О, видишь, у тебя уже получается, но без улыбочки такая. Здравствуйте, внучи. Привет. Привет. Как вела себя в этом году? Ну, я себя хорошо вела, училась на пятерке. Маму, папу радовала. Слушалась? Да, слушалась, слушалась. Ну, что, хоровод с ним? Давай, вот. И так вот. По лесу родилась елочка, по лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Мне понравилось. Замечательно. Освоила новую профессию. Да. Теперь не пропаду. Да. Будешь свободен на Новый год, обращайся. Они большие молодцы. На протяжении 20 лет занимаются этой подработкой. И это классно, что они нашли какой-то способ заработать лишнюю копейку. И плюс ко всему они еще занимаются благотворительностью. Наступил финальный день эксперимента по перевоспитанию 18-летней наследницы медиамагнатов Алины Неконоровой из Москвы. В многодетной семье Луковниковых в подмосковных мытищах. С утра Максим улучшил минутку, чтобы позаниматься своим любимым хобби – изготовлением кожаных изделий. И успеть сделать сюрприз для Алины. Будешь мне помогать сейчас? А что мы делаем? А это будет мой подарок. Очень понравишься мне, опа, людям. Ты же косички заплетала? Угу. Вот попробуй потихоньку вот так вот начни заплетать. А этот наш, наше чудо, он давно у тебя? Ну, ей 6 лет, и у меня есть еще одна собачка, ей полтора годика. Вот, я очень люблю животных. Я тоже люблю животных. Хотел когда-то завести себе, вот, ну, потом командировки, службы. Вот, не получилось. А сейчас почему не заведете собаку? Если буду жить в своем доме, обязательно заведу животных. А что это в итоге получается у нас? Это браслет? Ну, вот смотри. Вот вроде как он и не браслет. Вот вроде, вот, держи. Сейчас я тебе объясню, как это лучше сделать. Сейчас ты все узнаешь. Я так влюбился в твоего милого питомца, что мне захотелось для него сделать какой-то милый аксессуарчик. Не знаю, понравится ей или нет, вот, но мы должны как-то попробовать. Ну-ка. Ох, широковат, но зато. Спасибо большое. Все самое модное будешь на районе. Можно цепь такую огромную. Максим меня удивил в этом плане. Не мне сделать подарок, там, не моим родителям передать, а именно моей собачке. Видимо, она ему так сильно запала в душу, что он решил именно ей такой памятный подарок сделать. Мы, конечно, очень переживали. Было волнительно. Особенно, когда ты первый день пришла, да еще и не одна, а со своим питомцем. Да, вот она. Мы с ней в конце даже подружились. Да, мне же в конце показалось, что вы ее ждали, как-то полюбили. Да, да. Ну, тебе самой как у нас? Ну, честно, я ожидала совершенно другого. Я очень боялась, куда я попаду, с какими людьми мне придется жить. Вот, но я очень рада, что все-таки сложилось именно так. Очень такая дружественная атмосфера и добрые такие искренние, доброжелательные люди. И квартира у вас замечательная, и мне очень все понравилось. Спасибо вам. На самом деле они стали мне как родные. Я почувствовала себя какой-то частью семьи. То есть меня вовлекали во все дела бытовые. И я участвовала во всех разговорах. И, конечно же, я очень сильно со всеми сдружилась. И мне отчасти даже грустно уезжать. Вообще, мне кажется, это изменилось. Раньше я считала, что разделение богатой и бедной – это как два класса. То есть нет общих интересов абсолютно. Но сейчас я понимаю, что интересы есть, просто их нужно найти. Ну, мы не так далеко живем. Я думаю, мы будем видеться. И кроме театра еще куда-нибудь сходим. Естественно. Я познакомлюсь со своими друзьями. Покажу какие-то свои места, куда ехали. Будет очень интересно посмотреть. Грустно как-то. Да, уже так мы к тебе привыкли. Ты взаимно очень. И к Пиосику. И к Пиосику. Видишь, у нас все к Пиосику. К Пиосику уже привыкли, да. Поддержание вам такой же дружной атмосферы, большой любви вам в семье. И чтобы у вас всегда все складывалось. Спасибо большое. Давай, все, все, внились и пойдем. Папа, смотри, это же пилотик. Папа, спасибо вам за эти дни. Пока-пока. Пока-пока. Эксперимент по перевоспитанию 18-летней Алины Неконоровой завершен. И сегодня впервые за 4 дня она может поговорить со своими родителями. Я поняла, как я по вам скучаю, как я вас люблю, как я ценю все, что вы мне даете. И, конечно, увидя отношения в другой семье, ну, мне бы хотелось, чтобы у нас было так же, эта сплоченность. Я, конечно, поняла, что можно быть счастливой и без денег. Деньги помогают как-то более комфортно жить, но это не основное. Главное – любовь. Ты наше солнышко. Ты нас очень, очень радуешь. Реально как-то надо больше времени проводить в семье. Как же мы рады, что ты, наконец-то, все это осознала. Мы тоже очень скучаем, очень любим тебя, очень ждем. Алька, не растеряй, пока едешь домой все, что ты там увидела. Дома будем закреплять все это дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова